Наши и западные СМИ говорят, что в случае полномасштабного вторжения в Украину Кремль непременно применит боевую авиацию. Тот факт, что у РФ численное превосходство в боевой авиации никто не отрицает, но скорее всего россиянам хватит самолетов максимум на попытку установить что-то вроде бесполетной зоны над оккупированным Донбассом. Достичь преимущества в воздухе россияне смогут только в том случае, если внезапно успеет накрыть на аэродромах хотя бы часть самолетов воздушных сил Украины своими ракетами «Калибр» и «Искандер». Так, воздушные силы Украины имеют в строю около 50 истребителей МиГ-29, стоящих на вооружении 40-й бригады тактической авиации в Василькове и 114-й бригады тактической авиации в Ивано-Франковске. И также, 32 истребителя Су-27 на вооружении двух бригад тактической авиации, 831-й в Миргороде и 39-й в Озерном. Седьмая бригада тактической авиации в Староконстантинове имеет более 10 самолетов типа Су-24М и Су-24МР, а также беспилотники Бэректар ТБ-2. Кроме того, 17 штурмовиков Су-25 находятся в строю 299-й бригады тактической авиации в Кульбаке на близ Николаева. Также армейская авиация ВСУ имеет более 30 вертолетов Ми-24 и чуть более 50 вертолетов Ми-8. Всего около 200 самолетов и вертолетов. По численности авиации западного и южного военных округов РФ данные следующие. Ядро военной авиации западного военного округа сведено в 105-ю смешанную авиадивизию 6-й армии ВВС и ПВО. Численность 105-й авиадивизии, 24 истребителя Су-30СМ в строю 14-го авиаполка, 24 истребителя бомбардировщика Су-34 из состава 47-го авиаполка, 24 истребителя Су-35С в строю 159-го авиаполка, 12 истребителей Су-35С и 24 истребителя МиГ-31. Всего 108 боевых самолетов. По армейской авиации западного военного округа есть такие данные. По эскадрилье это по 12 машин, вертолетов К-52 и Ми-28, две эскадрильи транспортно-штурмовых Ми-8 и эскадрильи тяжелых Ми-26 в строю 15-й бригады армейской авиации. По эскадрилье типов К-52, Ми-24П и Ми-8МТШ в строю 440-го отдельного авиаполка. Аналогично, в строю 549-го отдельного авиаполка. Всего, около 140 вертолетов армейской авиации в составе этого округа. По тактической авиации Южного военного округа данные следующие. В оккупированном Крыму размещена 27-я смешанная авиадивизия, имеющая до 30 истребителей Су-30М2 и Су-27М2 и около 20 ударных самолетов типов Су-24, Су-25 и Су-34. На материковой части РФ, первая смешанная авиадивизия, имеющая около 60 истребителей типов Су-30М2 и Су-27М2 и около 60 ударных самолетов типов Су-24, Су-25 и Су-34 и также четвертая смешанная авиадивизия, состоящая из двух авиаполков, это до 48 машин. Также в составе Южного военного округа есть до 50 вертолетов Ми-28, до 30 Ми-35М и до 30 Ми-8МТШ. Всего выходит около 200 боевых самолетов и около 100 вертолетов армейской авиации. Формально выходит, что армия РФ только в приграничных с Украиной военных округах имеет минимум 300 боевых самолетов тактической авиации и 200 вертолетов армейской авиации. То есть даже при самых оптимистичных оценках, РФ имеет преимущество против Украины в авиации минимум в 2,5 раза. С другой стороны, следует учитывать, что авиация этих двух округов должна прикрывать широкий фронт от Балтики до Черного моря. На этом пространстве для РФ противник не только Украина, но и Польша и страны Балтии, Турция и другие черноморские страны-участники НАТО. И это обстоятельство само по себе уменьшает количество самолетов и вертолетов, которые РФ теоретически может задействовать против нашего государства. Также следует учесть, что даже с поправкой на опыт войны в Сирии россияне не имеют практики применения крупных соединений авиации. Для иллюстрации, официальное количество самолетов и вертолетов ВКС РФ в Сирии не превышало 50 единиц. Ну и пожалуй самое важное, похоже, РФ не располагает достаточными данными о противовоздушной обороне Украины, необходимыми для планирования агрессии против нашего государства. Иначе бы, например, россияне не стали бы вербовать военнослужащего воздушных сил, которого, как мы сообщали ранее, на днях разоблачило СБУ на попытке слить данные об организации системы управления нашей ПВО. Эти все факторы и диктуют логику, что в случае большой войны Кремлю не хватит самолетов бомбить Украину, и все пространство для действий авиации РФ ограничится небом над оккупированным Донбассом. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра. Субтитры создавал DimaTorzok